Еще раз добрый день. В чатике увидела плюсики, огонечки увидела. Спасибо большое. Значит, все в порядке со связью. Сегодня мы с вами будем говорить о необычных учебных историях, о том, как создавать необычные учебные материалы. Поэтому, прежде всего, я надеюсь, этот вебинар пригодится преподавателям. Но, собственно говоря, и библиотекари тоже могут использовать эти инструменты в работе. Поговорим мы сегодня о форматах диалоговых тренажеров и интерактивных рабочих листов. Когда я рассказывала на предыдущих вебинарах о некоторых сервисах, я этой темой вскользко касалась. Вот сегодня сосредоточимся на этой теме поподробнее. Посмотрим разные инструменты, разные возможности. Как всегда, в чате я буду добавлять ссылки, чтобы вы могли посмотреть, что у нас и как. Так, минутку. Так, все, ссылки нашла свои. Ну, давайте начнем. Итак, для начала начнем как раз вот в диалоговых тренажерах. Как у нас в теме заявлено, так мы с этого и начнем. Для тех, кто впервые сталкивается с этим форматом, давайте немножко определимся, что это такое. Это такое интерактивное упражнение, которое имитирует беседу. И помогает создавать разные сценарии развития событий. По сути, это викторина, по сути, это своего рода тест, но с возможностью развития сценария в разные стороны, что называется. В зависимости от того, какой ответ выбирает ученик, далее либо он верно отвечает, либо неправильно. Далее сценарий может развиваться по-разному. Если в обычном тесте сразу же переходит к следующему вопросу, то здесь можно предложить тому, кто ответил неправильно, например, дополнительный вопрос. Или одному начислить полу, другого отнять, выбрать какой-нибудь другой сценарий развития, вообще другую ветку придумать. Поэтому диалоговый тренажер – это вообще интересная штука. Другое дело, что требуется предварительно продумать сценарии этого учебного задания, какие будут продумать все возможности, какие будут ветки в этом сценарии, какие будут вопросы, чем все закончится по каждому сценарию. Но, с другой стороны, должны получиться интересные упражнения. Какие сервисы бесплатно работают в этом направлении? Их на самом деле немного. Я расскажу о двух. Первый из них называется онлайн тестпэд. Знакомая платформа, я думаю, многим из вас – это интерактивный такой конструктор, который позволяет создавать различного рода интерактивный контент. Ну, вот список этого контента на экране – это и опросы, и тесты, и кроссворды, электронные уроки, и многое другое. Но мы обратим внимание на такой вариант, как диалоги. Что это такое? Давайте я вам несколько ссылок отправлю в чат. Вот они здесь, три ссылки у меня группой собраны, чтобы вы могли посмотреть, как это выглядит. Более того, зайдя на сам сайт, вы можете самостоятельно найти подходящие вам диалоги, посмотреть, как они устроены, и сделать, по их примеру, что-то свое. Сервис с большими возможностями, он на русском языке. Это достаточно упрощает задачу. Но здесь очень много разных настроек, которые могут немножко усложнить наш путь. Давайте посмотрим по порядку. Итак, весь путь создания диалогового тренажера здесь складывается из нескольких частей. Мы двигаемся по этому маршруту, который заложен у нас… Так, что со слайдами? Заложен с правой стороны нашего рабочего поля. То есть нужно по очереди перейти по всем этим вкладочкам, и внутри каждой вкладки дополнительные настройки добавить. Вот как раз, собственно, с настроек примерно все и начинается. В разделе «Дашбот» мы придумываем название, загружаем обложку. Уже не буду показывать, там все достаточно просто. А вот уже в настройках здесь начинаются разные интересности. Есть набор основных настроек. То есть показывать достижения, показывать количество набранных баллов. За каждый правильный ответ будут начисляться баллы, и по итогу ученик получит сумму. Дальше. Здесь можно выбрать оформление. То есть это не просто стандартный тест на каком-то простом белом или сером фоне. Здесь вы можете загрузить фон для диалога. То есть помним, что это будет по сути диалог. То есть ученик будет как главный герой, ему будут попадаться разные ситуации, он должен отвечать на вопросы. Примерный сценарий такой. То есть мы выбираем базовый фон для диалога. Он будет автоматически на всех сценах диалога. Если нам хочется, мы внутри каждой сцены можем фон изменить. Это возможно. Дальше. Выбираем персонажа. Но персонажа уже не поменять. Выбираем из библиотеки сервиса главного персонажа, от лица которого все это будет происходить. То есть опять-таки двигаемся по порядку, по каждой вкладке, смотрим именно то, что нам необходимо, устанавливаем. Далее. В разделе «Доступ к диалогу» мы можем вообще ограничить доступ по времени. То есть делать это как контрольную работу ученикам. Например, нужно решить ее до определенного периода времени. Можем установить кодовое слово, чтобы доступ имел только тот, у кого оно есть. И можем ограничить количество попыток прохождения либо по IP-компьютеру, либо по Google, либо и по тому, и по другому. Вот таким образом уже на первом этапе мы сталкиваемся с большим количеством интересных настроек, которые помогут нам в работе. Далее. На начальной странице все достаточно просто. Мы должны придумать инструкцию, название и, собственно говоря, кнопку, на которой написано «Далее». Сам диалоговый тренажер будет состоять из нескольких сцен. То есть мы заранее какой-то сценарий нарисовали у себя или в голове, или на листочке. И вот теперь этот сценарий будем воплощать в жизнь, что называется. Сцен тут три типа. Есть сцена ответы, есть сцена достижения, есть сцена текст. Текстовые сцены – это просто сцены, в которых задаются какие-то условия, дается какая-то информация. Это может быть сцена с обратной связью. Например, «Молодец», «Ты здорово ответил» или «К сожалению, не так». Так что выбираем нужную нам сцену и выстраиваем диалог. Начать, наверное, стоит с текстовой сцены, то есть задать там какую-то ситуацию, ученика погрузить в условия задачи. А дальше уже следующей сценой должно стать сцена с ответами, где уже будет расположен диалог с вариантами ответа, из которых ученик должен выбрать то, что ему подходит. Текстовая сцена достаточно простая. Вот она так выглядит. Как я уже сказала, здесь есть вариант поменять фон. Вот в разделе «Оформление» мы можем это сделать. Записываем, собственно, сам текст, форматируем, сохраняем, а переходим к сцене номер 2. Все сцены создаются изолированно друг от друга, поэтому нам нужен перед глазами сценарий, чтобы мы не забыли ни одну из наших сцен. Вот каждый шаг – это будет новая сценка. Шаг 1 – погружение в ситуацию. Шаг 2 – вопрос номер 1. Шаг 3 – это реакция на правильный ответ. Шаг 4 – реакция на неправильный ответ. Ну и к следующему вопросу. Вот таким образом будет строиться наш диалог. Чем больше у нас вариантов ответа, тем и разветвленнее получается у нас сценарий. Вот это диалоговая сценка. Здесь у нас вопрос, варианты ответов. Мы можем немножко отформатировать. Обязательно указываем количество баллов. В случае с правильным ответом, допустим, 1. В случае с неверными – по нулям. Опять-таки все сохраняем, переходим к следующей сценке. Итак, вот кусочек за кусочком мы наш диалоговый тренажер собираем. Как только мы все сцены собрали, создали, теперь мы их будем соединять линиями между собой. Мы их просто мышью переносим на рабочий стол. Вот так это все выглядит. И опять-таки мышкой соединяем их в линии. Вот, пожалуйста, так это примерно выглядит. То есть сцена номер 1 – это была у меня диалоговая сценка. Дальше пошло 2 текстовых сценки с правильным и неправильным ответом. И все это привело к сцене номер 2. То есть я не стала тут дополнительно разветвлять в сторону, допустим, если ответ был неверный. Хотя на самом деле это можно было сделать. Тут нет никаких ограничений ни по количеству веточек, ни по количеству сценок. То есть мы можем целый шетевр создать с огромным количеством переходов. Главное – каждая сцена должна быть закончена. То есть все должно заканчиваться какой-то информационной сценкой, на которой написано, что это, собственно, окончание нашего теста. Чтобы ученик понял, что все, здесь все заканчивается. Вот таким образом создается диалоговый тренажер. Может быть, немножко сложно на первых парах, но это очень интересно. Когда у нас все уже собрано и все у нас получилось, что еще здесь может быть? Его надо, естественно, опубликовать, наш диалоговый тренажер. Публикация тут двух типов. Вы можете сделать его частным, закрытым, и доступ открыть только по ссылке. Для этого мы нажимаем на значок с замочком. Вот я его в красную рамку вынесла. Здесь должно было появиться слово «Открыто». И тогда мы по ссылке, а ссылка вот она, мы можем делиться с учениками, и они по этой ссылке будут работать. Больше никто его не увидит. То есть на сайте онлайн-тестпэд его никто не найдет, даже если очень захочет. Если вы хотите, чтобы увидели все, то надо не только открыть, но надо еще и опубликовать. Для этого есть кнопка «Опубликовать». Тогда это будет в открытом доступе, это будет в интернете, и все, кто захочет, теоретически могут найти по поиску внутри сервиса или даже по поиску в интернете. Вот такая история. Здесь есть подробная статистика по всем баллам, по всем вопросам, по всем участникам. Вы можете в настройках, вот в разделе «Дашбот» здесь добавить форму, как это назвать, авторизации, не авторизации, то есть когда ученик должен представить свою фамилию и имя. Тогда статистика у вас будет более персонифицированной, и вы можете отслеживать, сколько баллов, кто набрал и как поиграл с этим тренажером. Есть ли возможность скрывать диалог в результатах, показать, например, не все вопросы-ответы, а только набранные баллы. А в результатах, по-моему, и будут показаны только набранные баллы. При желании там можно будет посмотреть правильные ответы. Но опять-таки это все настраивается, я просто все вкладки уже показывать вам не стала. Там как раз в настройках, в более подробных, можно установить галочки, что показывать, а что не показывать. Вы можете вообще закрыть показ всего, это будет как контрольная работа. Просто прошел и прошел, и все. А сколько ты там баллов набрал, что ты завоевал, непонятно. Можно и так. То есть это все настраивается, я думаю, под ваши интересы. В тестах можно, в диалогах показывает все. Ну, увы, да, к сожалению, есть такое. Ну, тогда делаем тесты, если хочется скрыться. Ну, это больше, наверное, все-таки именно тренажер. Это вот все-таки не для контрольных работ, это просто потренироваться. Поэтому, наверное, создатели сервиса так, наверное, и считают. Если это слишком сложно, то можно попробовать сервис Core. Я о нем рассказывала как раз на прошлом вебинаре. И я там вот тоже о нем говорила немножко. Давайте еще раз освежу в памяти для тех, кто, может быть, не был на вебинаре, а может быть, был, но не запомнил. Ссылочку сейчас отправлю. Это тренировочный. Прямо на самом сайте есть тренировочный диалог, чтобы можно было посмотреть, как он работает. Там смешной, с котиками. Поэтому, чтобы вам было повеселее, я выбрала в качестве примера именно его. Здесь диалоговые тренажеры закрыты. То есть у вас есть ссылка, и вы можете ей уделиться с другими пользователями. По этой ссылке ученики смогут его проходить. Обязательно в Core есть форма предварительной регистрации. То есть нужно указать свое имя и фамилию. Статистика будет персонифицирована, и все можно будет отслеживать. Это и плюс, и минус одновременно. То есть никто вашу работу просто так не найдет. Ну и с другой стороны, это удобно, когда вы можете отслеживать все результаты. Core – это платформа для создания интерактивных электронных уроков. В том числе здесь есть такой шаблон, который называется диалоговый тренажер. Вот о нем и поговорим. Итак, вот так выглядит диалоговый тренажер. Здесь тоже сцены, но называются они по-другому. Здесь они называются экранами. Здесь нет красивых настроек. То есть нельзя выбрать персонажа, нельзя выбрать фон. Тут просто все намного проще. Здесь приближено именно к тесту. Хотя с другой стороны, если хочется простоты, то вот это тот самый вариант. Такая же история. Мы должны придумать на бумаге или в голове держать список сценок, что зачем следует, сценарий. А дальше мы их будем выстраивать одну к другой. Здесь их не надо будет мышкой соединять, как это было в предыдущий раз. Здесь они будут автоматически, как мы захотим, цепляться одна за другой. То есть здесь будет немножко попроще. Здесь мы пошли по логике событий. То есть создали одну, вторую сцену и тут же их соединили. Может быть, так даже будет проще. Экраны такие. Диалоговый экран, информационный экран. Их всего два типа. Не запутаешься. Итак, название, я думаю, понятно. Информационный экран, когда мы даем какую-то информацию, обратную связь на ответ ученика. А диалоговый экран – это, соответственно, сам вариант, вопрос и вариант ответа на него. Вот как раз сейчас у меня открыт информационный экран, куда я вставила текст, написала, о чем этот тест. Дополнительно есть хорошая панель для форматирования. Можно вставить всякие красивые смайлики, гиперссылку добавить, если необходимо. Ну и переходим к следующему экрану. Нажимаем на кнопку «Добавить экран». Пока он у нас только один, мы пока его ни с чем связать не можем. Хотя мы можем нажать на кнопку «Адрес кнопки». Выпадет выпадающий список со всеми уже ранее созданными экранами. И мы можем сразу же выбрать тот, с которым нужна связка. Если здесь будет пусто, то здесь будет опция «Добавить новый экран». То есть можно и эту кнопку нажать, и вот эту, какая вам больше нравится. Может быть, вы уже отвечали. Эти сервисы бесплатны для создателей пользователей. Да, они абсолютно бесплатны. Мы сегодня говорим только о бесплатных инструментах и о тех инструментах, в которых есть хорошие бесплатные тарифы. Продолжаем. Это у нас информационный экран. Дальше, собственно, у нас должен развиваться диалог. Вот пример диалогового экрана. Здесь три варианта ответов у меня. Здесь и наточление баллов немножко другое. Здесь за правильный ответ мы можем назначить любое количество баллов в плюс. А вот за неправильный ответ мы можем даже минусовать баллы. Так что здесь можно установить, как у меня, минус один, например. За каждый неправильный ответ еще и отнимать баллы. И если вы обратили внимание, то рядом с каждым вариантом ответа есть кнопочка «Следующий экран». То есть нам тут же предлагают сцепить эту сценку со следующей сценкой. Опять-таки, если она уже у нас создана, она здесь в списочке появится, если мы нажмем. Если она не создана, появится опция «Новый экран». И мы каждому варианту, который у нас здесь присутствует, допустим, три у нас варианта, можем три экрана тут же создать. Вот дублирующая кнопка внизу «Добавить экран». Вот так, не спеша, сценка за сценкой, мы соединяем нашу цепочку. Обязательно надо будет потом все экраны пробежать глазами и посмотреть, у всех ли есть вот эта связка. То есть здесь не должно быть минуса, вот в этом поле. Здесь должен стоять номер экрана, место минуса. То есть если все эти опции закрыты, то значит у нас тренажер хороший, он подходящий к работе. Завершаем мы обычно последним экраном, он называется «Конец». Я нажала на эту кнопочку, если на этом этапе тест у нас будет закончен, то выбираем вариант «Конец». Это будет последний экран, где ученик получит какую-нибудь хорошую обратную связь. И таким образом, друг за дружкой, мы все сценки соединили. Технология, как вы видите, немножко другая, немножко отличается, в чем-то попроще, в чем-то есть отличия. Плюс и для красоты к каждой сценке мы можем загружать картинки, чтобы это было все-таки покрасивее. Если в предыдущем сервисе онлайн ТСП там был красивый фон и персонаж, то здесь хотя бы картинку можно добавить для красоты событий. На выходе, когда мы создали тренажер, мы получаем на него ссылку и можем, конечно, делиться с учениками, чтобы они заходили по ссылке и отвечали, предварительно представившись, кто они. Вот, пожалуйста, вариант, когда у меня уже создано несколько экранов, и вот я начинаю их соединять между собой, и у меня выпадает большой список уже созданного, и я могу присоединить нужный экран. Они все пронумерованы и подписаны. Так что никогда не заблудишься. Здесь, в принципе, все создано очень удобно в этом смысле. Еще раз повторюсь, что и тот, и другой сервис бесплатные. По количеству работ никак не ограничены. То есть вы можете создать любое количество работ. Если говорить об онлайн-тестпэд, у него есть реклама по краям. Если вы будете давать ссылку на работы, то хорошо бы, если бы на компьютере стоял блокировщик рекламы, потому что иногда появляется реклама сбоку. Это, к сожалению, реалия такая. У сервиса Core это закрытая платформа, там рекламы нет. Но там и тренажер чуть-чуть попроще будет. Такая вот история. А теперь давайте перейдем к интерактивным рабочим листам. У меня по ходу подготовки к вебинару осталось еще несколько инструментов, которые остались за кадром. Я в конце вебинара их озвучу и объясню, почему я их не взяла. Но чтобы у вас картинка сложилась, я сразу скажу, что есть еще инструменты для создания диалоговых тренажеров. Но потом я расскажу, почему они нам не очень подходят. Да, если тест представлять с виджетом на сайт, то рекламы не будет. Это хорошо. Только, как я прочитала в условиях сервиса, переходу по такому виджету можно работать не более 50 раз. То есть если у вас 50 учеников зашли по этому виджету, то все отлично, поработали. А 51 ему скажут, что все, виджет не работает. Вот такая вот хитрость и тонкость, с которой я столкнулась недавно в этом сервисе, к сожалению. А так вообще хорошая вещь, ставить на свой сайт так вообще будет здорово. Никуда ученикам перепрыгивать не надо. Ну что ж, давайте поговорим об интерактивных рабочих листах. Вот здесь как раз инструментарий вообще в огромном количестве присутствует в интернете. И даже если такого шаблона нет, то очень многие сервисы можно под него приспособить. Что это такое? В двух словах, это такая веб-страница, на которой размещают учебные материалы различного типа. То есть это могут быть не только тесты, не только викторины какие-то игры, но это можно и какие-то информационные блоки сюда вставить. То есть такой маленький, ну не сказать, что прямо урок, но такой фрагмент информации, который может помочь. Если это интерактивный лист, существующий в интернете, то можно включить сюда видеоролик какой-нибудь, например, видеоурок. Можно добавить какой-нибудь встроенный объект, например, ленту времени. Что там еще можно? Google карту, например, вставить, если что. То есть по сути это уже не только проверочная работа комплексная, но и уже нечто большее, действительно, помогающее ученику сразу познакомиться с выжимками какой-то информации, посмотреть видеоурок и тут же ответить на вопросы. Очень удобно все. Ну давайте посмотрим, что нам предлагается из бесплатненького. Начнем с сервиса для печатных рабочих листов. Вообще печатные рабочие листы есть, те, которые сервисы создают только для распечатки. То есть создал, скачал, распечатал. Это вот то, что мой раздаточный материал на уроке. Вот пример такой ссылки. Должна открыться. Я ее загрузила на Google Диск, потому что не знала, как вам лучше ее показать. Если все откроется, я буду рада. Ну вот на экране маленький фрагмент. Это вот я сделала с помощью сервиса, который называется My Worksheet Maker. Это сервис, который хороший бесплатный тариф дает. Бесплатно здесь можно создать неограниченное количество рабочих листов, скачать их и распечатать. Скачиваются они в формате PDF. Внутрь листов можно встроить все основные виды заданий. Сюда можно добавить викторину с выбором одного ответа, с выбором нескольких ответов. Игру собери пару, анаграмму. И даже здесь есть прописи. Не знаю, как они помогут, честно говоря, потому что буквы-то печатные, но тем не менее прописи здесь присутствуют. В принципе, такой вот рабочий лист можно создать и в Ворде, по большому счету, чтобы не заморачиваться. Но здесь это получается довольно симпатично, быстро и красиво, мне кажется. Из-за недостатков. Во-первых, в бесплатном тарифе есть ограничения. Сюда нельзя вставлять картинки с компьютера. Есть библиотека сервиса, и с библиотеки сервисом можно. С компьютера нельзя. Раз. Второе. Нельзя эти листы делать частными. То есть, если вы здесь создадите лист, то он сохранится в базе сайта. И вы никаким образом на это повлиять не сможете. И третье ограничение. Внизу будет логотип с названием сервиса. Вот такой прямоугольничек, как у меня сейчас на слайде, где написано «пример». В углу рабочего листа будет примерно такое. «Нечто» с названием сервиса. Ну, в общем, это все не очень сложно, не очень страшно. И еще сервис дает подарок. На 45 дней при первой регистрации он дает возможность пользоваться платным тарифом бесплатно. То есть, тогда логотипы отменяются, тогда вы можете создавать частные листы, и тогда вы можете грузить свои картинки. Вот. Такая история. Ну, давайте смотреть. Сервис на английском, но здесь все достаточно просто. Я думаю, здесь особо объяснять не нужно. Сразу же, как только мы открыли сервис, сразу же белый лист, на который будем наносить блоки. Вообще, вот все конструкторы, о которых сегодня будем говорить, у них блочная система подачи информации. То есть, мы по одному блоку переносим в лист, его редактируем каким-то образом, переходим к следующему блоку. Для начала первый блок уже создан, он называется «Worksheet header». Это заголовок, по-русски говоря. Мы можем выбрать шрифт, цвет, размер и написать базовую информацию, что мы хотим от учеников. Имя, фамилию, класс стандартно. Можно добавить еще несколько полей, чтобы он написал, допустим, я не знаю, там, дату, еще чего, какую-либо информацию, которую мы спросить хотим. А далее через кнопку «Add», вот она внизу, мы начинаем добавлять разные блоки. Что у нас по блокам? Вот, пожалуйста, блок, который называется… Ну, это вот та же самая история, о которой я на предыдущем слайде говорила. Вот так это все форматируется. Здесь кнопочки понятны, их не очень много, можно менять шрифт, цвет, размер. Вот, все очень даже симпатично. Что по блокам? Вот эти блоки. Блоки двух типов. Есть блоки «Activities», то есть это разный интерактив. Открыты вопросы с выбором ответа, с заполнением пропуска, со списком. Чем список отличается с выбором ответа? В списке ответов правильных может быть несколько. А вот когда выбор ответа один, там только один правильный. Игра со перепару, игра в анограммы и прописи, тоже о чем я говорила. Если у этого не рабочий будет только заполнение пропусков, он работает только с иностранными языками. С русским не работает, я попробовала. Все остальное очень хорошо работает. Дальше. Есть обычные элементы, но они здесь очень простые. Можно создавать список слов каких-либо. Ну, например, вы хотите, чтобы у вас ученик написал какое-нибудь сочинение, и хотите ему ключевые слова дать. Это называется банк слов или список слов, как угодно. Дальше. Инструкция. Это в начале рабочего листа. У меня в рамочке она выделена. Что нужно сделать? Посмотри, там, почитай, посмотри, ответь на вопросы. Что-то вроде этого. Дальше. Заголовок. Лист может быть длинным на несколько страниц, поэтому можно сделать заголовки раздела. Добавлять обычный текст, то есть текстовый блок здесь присутствует. Делать разделение между частями листа. И пустые пространства оставлять, например, чтобы ученик там написал что-либо. То есть это все для распечатанных, как вы понимаете, листов. Все как раз на это ориентировано. Выбираем блок, он появляется на экране, мы его редактируем, добавляем вопрос, варианты ответов и переходим к следующему. Ну, вот пример. Текст вопроса, варианты ответов. Здесь есть опция отметить правильные ответы. Я сначала не поняла, зачем их отмечать, если мы это все распечатаем, раздадим детям, чтобы они отвечали. У них вот этого не будет всего. А потом поняла, что здесь есть распечатка двух типов. Есть распечатка ключа и есть распечатка просто рабочего листа. Если вы хотите распечатать еще и ключ для проверки работ, где все будут правильные ответы написаны, то тогда ставим, отмечаем. Если вам ключ не нужен, вы проверите листы и так, без него, то тогда это необязательный вариант. То есть вот даже такую мелочь здесь продумали. Ну, и вот по таким шаблонам строятся примерно все остальные викторины. Вот, например, игра найди пару. Здесь мы просто создаем две графы, заполняем. Первая часть пары, вторая часть пары. Сервис все это в итоге перемешает. Более того, здесь есть опция фейковые ответы. То есть это те варианты ответов, которые в пару не входят. Это для усложнения задачи. Если необходимо, мы их тоже добавляем. Опять-таки, здесь все редактируется, оно достаточно просто. Можно выбрать шрифт и делать покрупнее, поменьше. И пары собирать, например, с помощью линий. У меня вот линии можно рисовать. А можно еще классический вариант, где нужно сочетать буквы и цифры. То есть одна часть пары будет буквой, а вторая часть пары цифрой. Их нужно соединить. Вот таким образом мы и работаем. Здесь такая же история. Вот в этих вариантах сервис предусмотрел подсказку для этого блока тоже. Единственное, для чего ключа не будет, это в случае, когда мы выбираем открытые вопросы, где ученик сам что-то напишет. В этом случае, конечно, никаких правильных ответов уже не будет. Когда мы все блоки добавили, все это красиво оформили, переходим к печати. Вот так выглядит окошечко для печати. Перед печатью, если мы не зарегистрировались до этого, нас попросят зарегистрироваться. Вручат нам на 45 дней подарок. И мы сможем отключить вот это вот, remove logo. Отключить логотип. Если хотим, загрузить еще туда картинок. Далее начинаем печатать, либо скачаем это к себе на компьютер как PDF-файл. Если мы лист сделали публичным, то у нас будет на него ссылка, и мы можем этой ссылкой делиться со всеми желающими. Если у нас лист частный, вот такой, то мы его только скачаем и все. Он у нас в личном кабинете сохраняется, ничего не происходит. И мы можем время от времени подпечатывать еще варианты, если необходимо. В общем, очень мне понравился сервис. Хорошо работает, шустрый такой инструментарий, неплохой. Так что можно использовать, я думаю. Сервис для создания. Теперь мы постепенно переходим уже к инструментам, которые создают рабочие листы, но они существуют только на сайтах, только в интернете. Их распечатать нельзя. И работать с ними можно только на компьютере. Один из таких инструментов – форматив. Он позволяет создавать интересные рабочие листы, но эти листы интересны не в плане контента, который в них заложен, потому что у него набор инструментов бесплатных достаточно небольшой. Но у него есть одна интересная фишка. Я о ней расскажу уже ближе к концу повествования. Но это не потому, что я интригу держу, а потому что там фишка идет с проверкой этих листов. Такого ни у одного сервиса нет. Итак, сервис на английском языке позволяет создавать простые частные листы. То есть я сейчас вам дала просто ссылку на просмотр. То есть там нет кнопочки «Отправить», там нельзя ничего отмечать и отвечать на вопросы. Но это как раз для просмотра, чтобы вы представляли, как это все смотрится. В просмотровой ссылке не будет вот такой красивой обложки. Здесь создатели размахнулись. Для каждого интерактивного рабочего листа можно выбрать обложечку, написать инструкцию, выбрать цвет фон и красивую картинку, чтобы все было совсем красиво. А внизу кнопка для добавления блоков. Давайте по блокам посмотрим. Вот набор инструментария для бесплатного тарифа. У сервиса «Форматив» тоже есть подарки. Если первый раз регистрируешься, дают на месяц платный тариф попользоваться. И вот все вот эти неактивные кнопочки, которые желтеньким обозначены, они будут активны. То есть вот кроме моих обозначенных красным, можно еще попробовать все остальное. Давайте на бесплатном сконцентрируемся. Здесь небольшой инструментарий, но все основное есть. То есть можно создавать вопросы с выбором ответа, с множественным выбором ответа. Когда у нас короткий открытый вопрос. Игра «Да, нет». Можно задавать задание на рисование, то есть чтобы ученик вам что-нибудь нарисовал в ответ. Можно загружать документы в текстовом формате. Можно к рабочему листу подключить несколько листов. За раз можно загрузить пять листов к одному интерактивному листу. Пять текстовых, вернее один документ из пяти страниц. Вот так скажем. В месяц таких страниц можно загрузить двадцать. Вот через месяц этот счетчик обновится, и снова можно загружать. Здесь, как вы видите, есть опция автогенерации. Тот самый искусственный интеллект, но он работает с английским. Если вы учитель английского языка, то он вам поможет автоматически сгенерировать тесты и задания. Задайте ему тему, возраст и предмет, по поводу чего надо создавать тест. И он вам сделает тест. Давайте посмотрим на то, что есть из бесплатного. Встроенные объекты можно добавлять по ссылке и по коду. Картинки загружать. Добавлять обычные тексты, так называемые парные отрывки. Я долго думала, как их можно использовать. Но, например, два текста, которые нужно сравнивать как-то, анализировать, может быть, искать что-то в этих текстах. Вот в таком смысле. Видеоролик по ссылке с YouTube добавляется. Дальше можно добавлять кусочки презентации. Называется это слайды. Подключается здесь Google слайды. И из этой презентации мы можем загрузить вообще все слайды сразу, но они будут загружаться как отдельные картинки. Вот такая вот странная штука. То есть если у нас в презентации 20 слайдов, такие 20 картинок подряд и загрузятся. Вот, если вам это пригодится, то вот, пожалуйста, есть такая возможность. Ну, по активностям я уже назвала, по загрузке рассказала. Дополнительные опции здесь для математиков. Разные штуки есть, они в платном тарифе. Что тут еще? Задание на сортировку, добавление аудио. Вот. Давайте посмотрим, здесь все по классике. Единственное, чего здесь не хватает, как пишут пользователи сервиса, это картинок. Хочется картинок побольше загружать. Но, к сожалению, картинки здесь только отдельным блоком идут. То есть если мы хотим, чтобы тест был с картинками, то перед каждым вопросом нужно блок с картинкой пускать. Тогда это будет более красочно. Итак, вот в викторина здесь все, собственно, просто. Вопрос, варианты ответа. Отмечаем, какой из них правильный. Мы можем сделать вопрос обязательным. То есть пока на него не ответишь, твою работу не примут. Вот. И еще есть возможность добавлять текстовые подсказки. За каждый вопрос означаем баллы. По умолчанию один балл. За каждый мы можем назначить больше. Если мы пишем текст, то внутрь текста мы можем вставить GIF-анимацию, формулы, это для математиков, и видео по ссылке из YouTube. Плюс еще есть возможность добавлять ссылку. Поэтому, несмотря на такой скромный арсенал, в общем, все основные возможности здесь представлены. Может быть, только кроме аудио. И вот таким образом через значок плюсик мы добавляем все новые и новые блоки. И лист у нас становится все длиннее, длиннее и длиннее. Далее. А вот теперь мы добрались до фишки. Что делаем дальше? Дальше мы берем ссылку на этот наш лист и отправляем ее ученикам. Нам нужно для того, чтобы они поработали с листом, объединить их в класс. На этом сервисе есть опция создания классов. Можно создать класс самостоятельно и учеников туда добавить самостоятельно. Только надо знать их адреса электронной почты для этого. Выдать каждому пароль. И они по этому паролю будут заходить в ваш класс и работать с листом. Либо можно дать им ссылку на урок, на вот этот вот лист. И они придут по ссылке и уже зарегистрируются и добавятся в класс самостоятельно. Два варианта. Далее. А еще интересная штука, что можно этот сервис использовать не только как домашнее задание, как чаще всего делается, а на уроке поработать с этим. Для этого есть вариант отслеживать в режиме реального времени, как работают ученики. Я специально в двух вкладках открыла и от лица ученика, и от лица учителя попыталась посмотреть, как выглядит процесс. Вот на экране сейчас. Ученик начинает работать с тестом. Учитель на уроке прямо здесь и сейчас. Учитель вот сидит за столом, открывает на компьютере и смотрит, как ученик работает. То есть вот на первый вопрос он ответил правильно, зелененький. Дальше вопрос открытый. Ученик что-то написал, поэтому здесь появилась серая кнопка. Ученик еще ничего не отправил на проверку, но мы уже можем посмотреть, что он написал. Щелкаем по этому окошечку, открывается вот такая запись. И мы можем сразу же ему начислить баллы, если он молодец и правильно все ответил. Написать ему обратную связь, если он что-то не так сделал. Вот можем даже с ним пообщаться. Ученику придет уведомление, он может вам в ответ ответить. Таким образом можно вот в режиме реального времени беседовать с учеником и таким образом устанавливать обратную связь. Вот такая опция, которую ни один сервис не предлагает. Но, естественно, этот же лист мы можем дать как домашнее задание. И тогда мы просто будем его проверять уже в обычном режиме у себя, допустим, дома. Или там в свободное время от уроков. И мы тоже можем писать комментарии свои, дать уже развернутую связь по ошибкам, по замечаниям, предложениям и тому подобные вещи. Ученик, который зайдет в свой аккаунт, увидит все наши замечания, все это прочитает и примет к сведению. Вот такая история с классом. Интересная штука, мне понравилось, как это работает. И, собственно, поэтому я и взяла этот сервис в обзор сегодня. Теперь давайте в номинации «Красота» пойдем. Самый красивый инструмент для создания интерактивных рабочих листов. До этого мы с вами смотрели достаточно простые с точки зрения оформления работы. То есть все по классике, все очень строго, ни шагу влево-вправо. Поэтому предлагаю обратиться к сервису Bizer.me. У него тоже своя есть штука. Если вы сейчас по этой ссылке перейдете, а их у меня две, сейчас я еще вторую подгружу, то нужно небольшое разъяснение, как с этим всем работать. У вас должна открыться примерно вот такая вот штука. И вам нужно будет каким-то образом туда зайти, внутрь этого листа. То есть здесь листы тоже частные, они закрыты. И чтобы зайти внутрь листа и посмотреть вообще на него, нужно как-то зарегистрироваться. Либо как учитель, либо как студент. А может быть вы уже зарегистрированы в этом сервисе, тогда вы можете просто вспомнить свой пароль. Я рекомендую регистрироваться как студент, это проще, как ученик. Нажимаем на кнопочку, пишем свое имя, фамилию, адрес электронной почты и придумываем какой-нибудь пароль. Без разницы какой, любой какой, заходите. И нажимаем на кнопку зарегистрироваться, войти. Можем вместо электронки написать свое имя, любое вымышленное, какое угодно. Чтобы электронку не показывать, просто можем представиться и пароль. После этого вы попадете внутрь листа и сможете уже на него посмотреть более пристально. А я покажу вам изнанку, как здесь все работает. Здесь начинается все с красоты. Поэтому эти листы подходят прежде всего для каких-то детских, не для подростковых, не для старшеклассников, а больше для среднего возраста детей, рабочих листов, для началки может быть. Потому что здесь очень красивый дизайн. Вот со звездочками, со снежинками, вот целый набор оформления с левой стороны. Там есть по случаю и пасхальные разные, и в общем, любое, что захотите. Есть однотонные, есть более красивчатые. Выбираем дизайн и оформление, а дальше в этом же стиле у нас будет все оформлено. К сожалению, здесь шрифт будет классик, а он не будет вот таким красивеньким, как в шаблоне, потому что не все шрифты поддерживают русский язык. Но это уже издержки. Больше интерес здесь вызывают все-таки блоки. Сразу под заголовком, который мы заполняем, пишем название листа, у нас появляется список блоков, которые можно добавить. Вот, пожалуйста, этот список. Я думаю, без перевода тут, в общем, понятно, что есть что. Давайте я быстренько пробегусь по списку. Что здесь интересного? Большое количество разных интерактивностей. Открытый вопрос, вопрос с выбором ответа, заполни пропуски, игра по картинке, собери пару, заполни таблицу, рассортируй, нарисуй. А дальше пошли уже информационные блоки. Это тексты, картинки, видео, гиперссылки, встроенные ресурсы. Например, Google карту можно встроить, презентацию можно попробовать сюда пристроить. И разные вспомогательные вещи. Например, можно организовать дискуссию с учениками. То есть в этом рабочем листе развернуть чат и общаться там с учениками. Можем давать им задания на рефлексию. И даже из канвы что-то импортировать, если у вас есть такая возможность. Так что все основное здесь присутствует. Единственное, чего здесь не работает, это Word Search Puzzle. Это игра с буквами. Она работает только на английский язык. По-русски, к сожалению, игры такой нет. Ну, в общем, здесь очень много блоков и все довольно симпатично смотрится. И сама викторина в оформлении тоже выглядит немножко необычно. Здесь вот такой более неформальный стиль оформления, я бы сказала. Придумываем вопрос, варианты ответов, как по классике, отмечаем правильный. Естественно, можно добавить картинки. Еще большой плюс, мы можем добавить аудиоинструкцию, наговорить в микрофон. И какую-нибудь подсказку или просто инструкцию добавить. Это все можно прямо с компьютера загрузить дополнительно. Более того, в ради заданий ученики могут и ответить с помощью аудио. И наговорить вам ответ, если необходимо. Это классика. Можно ли использовать видео, можно ли загружать видео с YouTube? Да, можно. Здесь видео как раз и загружается по ссылке из YouTube. Все эти сервисы, о которых я говорю, они все поддерживают загрузку именно YouTube. Единственный сервис, который будет загружаться с компьютера, но о нем в конце я расскажу. Это будет единственный. Все остальные YouTube поддерживают. Далее. Вот это игра по картинке. Это необычно, потому что до этого мы нигде подобного не видели. В чем суть? Загружаем картинку, наносим на него интерактивные метки на эту картинку. У меня три богатыря есть. Мне поставлена задача ученикам подписать, кто есть кто на этой картине. Я добавила эти метки. Можно делать автоматическую проверку и каждую метку уже самостоятельно подписать, что я и сделала. То есть ученик, который ответит, он сразу может увидеть, правильно он ответил или не правильно. Дополнительно за каждый вопрос, который мы создаем, за каждую активность, начисляем баллы от 1 до плюс бесконечности. Столько, сколько захотим. Вот, пожалуйста, игра у нас на собирание пары. Просто блоки классические, которые мы заполняем. Более того, собирать в пары можно не только слова, как у меня сейчас здесь, но и картинки, и даже аудиофайлы. Аудио загружается с компьютера. Вот, если захочется, то можно и такое сделать. Вот, эти блоки перемешиваются, а потом их очень интересно соединять, и они будут соединяться с такой интересной веревочкой, если поиграть в эту игру. Вот, тоже все так очень необычно смотрится. Ну, более классический вариант, это на сортировку. И то, здесь видите, сколько красоты добавили. Красивые заголовки, блоки. Мы подписываем каждую категорию и добавляем внутрь блоки. В итоге сервис все перемешает. Вот, так что здесь создатели с оформлением, у них все отлично, поэтому довольно красочно в итоге все это смотрится и получается. Ну, как я уже сказала, здесь можно редактировать, здесь есть набор инструментов, внутрь текста вставляются картинки, гиперссылки, назначаются баллы. И вот то, о чем я говорила, например, на этот вопрос, назовите основные темы русских пылин, можно не только написать ответ, но и ответить голосом, если ученик не захочет писать. Можно такую опцию тоже предусмотреть. Заканчивая, как здесь происходит дело со статистикой? Если интересно, то здесь классы не создаются. Для вхождения в рабочий лист нужно зарегистрироваться, как мы уже поняли, представиться. И таким образом, когда мы заходим в личный кабинет, мы увидим, кто отвечал на задание и каким образом он ответил и сколько баллов он набрал. А ученики, которые зарегистрировались, потом по этому же имени и паролю могут зайти в кабинет и проверить, как их работу оценил учитель. Если там есть какие-то открытые вопросы, которые нужно проверять вручную, то потом этот аккаунт никуда не теряется, и можно в него еще раз заходить и проверять свои набранные баллы. Такая вот здесь история происходит. Ну, это мы все про англоязычные сервисы. Я знаю, что у многих преподавателей, не преподавателей английского языка, возникает проблема в освоении сервисов, когда все на английском. Это определенные сложности, трудности. Google-переводчик, может быть, не всегда корректен. Поэтому упор делается на наши отечественные инструменты, что в этом плане есть по рабочим листам. Есть три инструмента, о которых я расскажу. О них я тоже уже когда-то говорила на вебинарах, сейчас просто напомню. Первый сервис называется Interacti. Это международный проект, в том числе здесь представлены и российские создатели. В том числе он на русском языке. Шаблоны очень простые и понятные. Может быть, не с таким большим объемом информации, но тем не менее можно создавать. Единственный минус у сервиса, здесь недостаточная, может быть, статистика. То есть можно запросить у людей, чтобы они представлялись, и потом по статистике смотреть, кто как ответил. Но статистика здесь очень небольшая. Это, опять-таки, больше как тренажер. Подойдут ли эти ресурсы, если я работаю с аудиторией оффлайн? Если вы дадите ссылку на эту работу ученикам, то они со своих компьютеров зайдут и все посмотрят. Так что они подойдут и для всего, и для онлайна, и для оффлайн. Для оффлайна тогда вам нужно распечатать. Если вообще никакого доступа к интернету нет, тогда вот в самом начале я рассказывала о сервисе, который для распечатки идет. Это у нас уже те, которые с компьютером работают. Я просто из вопроса не очень поняла. Если дети работают дома, ученики, то, я думаю, проблем не будет у компьютера. У всех есть, наверное, доступа. При печати теряется интерактивность, согласна. Да, теряется интерактивность. Но тут приходится выбирать. Кому-то печать удобнее, кому-то и в интернете лучше. Поэтому инструментов так много, я подобрала на все вкусы. Для кого что? Я не заставляю прям все осваивать. Просто если вам что-то нравится, то вы можете по моим подсказкам, уже по моим следам пойти, посмотреть и освоить то, что вам подходит под задачи. Давайте к сервису интеракте перейдем. Чем он хорош на русском? Простой, очень понятный, статистика небольшая. В качестве тренажера хорошо подходит. Итак, здесь есть шаблоны для оформления рабочего листа. Они здесь очень своеобразные, хотя вот есть по анатомии, например, или какой-нибудь остров сокровищ можно взять. Но вообще проще, наверное, начать с нуля и уже свои блоки добавлять. Тоже блочная подача информации. Вот они, блоки. Есть статичные, есть интерактивные. Статичные блоки – это тексты, картинки, YouTube, видео опять-таки, кнопка – это интерактивная кнопка со ссылкой, которая куда-нибудь ведет, и аудио. По-моему, оно загружается с компьютера. И есть интерактивные вещи. Из интерактивного у нас что здесь есть? Разные задания. Найди пару. Флип-карточки, которые надо переворачивать. С одной стороны вопрос, с другой ответ. Таймлайн – это лента времени. Даже гороскопы есть. И разного вида викторины. Например, поиск предметов, поиск сокровищ есть еще, интерактивное изображение есть. В общем, многое-многое. Чтобы персонифицировать статистику, можно вставить в рабочий лист форму сбора данных. Так называемый опросник, где вы будете просить учеников представиться. Тогда вы сможете более подробную статистику из этого собирать. Так, визер мини плохой сервис, но самое главное – правильно дать ссылку учащим. Для этого нужно переводить открытый формат из приватного. Да, с вами согласна. Там можно немножко запутаться. Но обязательно нужно проверить. Это делается так. Если не знаете, то я, например, такую штуку. Открываю новое окно в режиме инкогнито на компьютере и вставляю ссылку. Если оно открывается в режиме инкогнито, значит, все в порядке. Ссылка правильная. Ну и так, к слову. Как здесь работать? Выбираем любой блок. Он появляется в рабочем листе, и мы его редактируем. Все просто. Вот блок для викторины. Очень простой вариант. Вот у меня там был лист с древнегреческими мифами. Вот так выглядит. Начальный экран, где мы вписываем название нашей викторины. Вопросы. Вот они у меня списочком идут. Новый вопрос. И дальше результаты. В результатах мы прописываем обратную связь. Допустим, набрал 5 баллов, ты молодец. Набрал меньше, но неплохо. И вот таких результатов можно добавить 3, а можно и больше. Как видите, здесь очень все просто. На русском. И вообще тут осваивать сервис одно удовольствие. Все понятно. Другой вариант игры. Это необычность. Если викторины мы уже видели неоднократно, то вот такая вот есть игра называется Поиск сокровищ. В чем суть? Ну вот я вам ссылочки добавила. Это не рабочий лист, это просто сама игра, чтобы вы могли посмотреть, как это в деле. Игровое поле разделяется на несколько секторов. Каждый сектор – это одно задание. Это открытый вопрос, где нужно вписывать ответ. Ну, здесь это подается как квесты. Каждое задание – как маленький квест. Выбираем рабочее поле. Сколько в нем будет квестов? Максимально 9. Ну, а дальше к каждому квесту придумываем вопрос. Пишем правильный ответ. Это называется секретный код. И добавляем картинку для красоты. Ну, и так заполняем все 9 карточек, все 9 квестов. Задача ученика – открыть карточку, записать правильный ответ. И если он ответил правильно, ему откроется кусочек какое-то изображение. Она здесь называется «Карта сокровищ». В раздел «Карта сокровищ» загружаем картинку. Там действительно можно сделать сокровище какое-нибудь. Допустим, там поиск чего-либо. Это можно как квест даже придумать. Что-то где-то спрятать. Действительно, это будет карта. А можно просто любую картинку, которую вы захотите. То есть задача открыть картинку. А на этой картинке может быть все что угодно. Все, что вам нужно для учебных задач и целей. Вот такая вот история. Это тоже можно все вставить в рабочий лист. Я уже не буду вам показывать, как тут делаются ленты времени, интерактивные плакаты. У меня в прошлом году на Директ Академии был отдельный вебинар по сервису Интеракте. Там я очень подробно обо всех этих блоках рассказывала. Но они все примерно строятся примерно вот по такому шаблону. Плюс-минус. Поэтому здесь все очень даже не сложно. На выходе мы получаем ссылку. Можем встроить на сайт, в блог. И все здесь чудесно. По ограничениям. Сервис не абсолютно бесплатный. То есть вот я вам сейчас показывала бесплатный тариф. Здесь можно создать 50 проектов. Ну, в общем, нормально. Единственное ограничение здесь до 100 просмотров в месяц. То есть если у вас один-два класса, в общем, нормально. Если там у вас учеников больше 100 и каждый начнет просматривать, то просмотры могут закончиться. Вот. Поэтому вот такой вот недостаток есть. А в целом все чудесно. Можно приобрести платную версию. Будет. Я тут переписывалась техподдержка этого сервиса. Очень хотела приобрести платную версию. Они мне пообещали, что через месяц буквально они разрешат оплачивать платную версию картами российских банков. И тогда можно будет приобрести себе и платный вариант. Он, кстати, не очень дорогой. Так что можно потом расширить возможности. Ну, это к слову. А мы вернемся к бесплатным инструментам Flicktop. Тоже о нем совсем недавно говорила на одном из вебинаров. Это тоже хорошая платформа отечественная. Совсем недавно появилась для создания разных интерактивностей. Тесты, векторины, цифровые уроки. В том числе есть шаблоны для создания интерактивного листа. И тоже все по блокам. Придумываем название. Нажимаем на кнопку «Добавить блок» и добавляем. Что здесь можно добавить? Здесь есть основные блоки с текстами, заголовками, со списками. А есть медиа. Сюда можно загрузить видео с YouTube, какой-нибудь встроенный объект добавить, фото. И вот векторины разных типов. Их тут огромное количество. Найдите паруса, поставить слово и картинку, заполнить пропуски. Классическая векторина. Есть даже что-то наподобие диалоговых тренажеров. Это здесь называется диалоги стриттеллинг. Но там диалог очень-очень примитивненький такой, по сравнению с диалоговым тренажером. То есть там надо просто вписать правильный ответ, и тебе будет счастье. Там особого развития сюжета не предусмотрено. Но тем не менее, это все все равно похоже на диалог, похоже на общение. Выбираем любой блок из списка справа или слева, нажимаем на него, открываем конструктор и редактируем. Все блоки показывать очень долго, наверное, и не нужно. Поэтому покажу несколько интересных. Начнем с классического варианта. Это викторина. Вот так она выглядит. Здесь тоже очень-очень простой шаблон. Все понятно и даже ничего подсказывать не надо. Варианты ответов добавляем, отмечаем тот, который правильный, добавляем ко всем картинку и к вопросу, и к вариантам ответов и переходим дальше. Ограничений нет и все абсолютно бесплатно. Вот, пожалуйста, игра «Найди пару». Она здесь называется «Соотнеси слово и картинку». Загружаем картинки, подписываем их, а дополнительно можем добавить еще разные фейковые ответы, которые не соответствуют реальности. Вот они здесь внизу. Это для того, чтобы запутать ученика. Игра «Найди пару» тоже своеобразная. Создаем парочки. Это могут быть тексты, как у меня. Можно картинки в пары собирать, как угодно. А можно к тексту прикрепить картинку. Здесь есть еще разные плюсики. Но вот этот плюсик понятно, он добавляет новую пару. А вот этот плюсик с боку позволяет превратить пару в тройку. И тогда нужно будет собирать уже не парочку, а троечку. И появится с правой стороны еще один блок. И мы сюда еще должны что-то написать. То есть Пушкин, Евгения Онегина, дальше там, допустим, у нас Татьяна Ларина будет третьим блоком идти. Причем этот плюс не исчезнет, и мы можем тройку превратить в четверку. И таким образом игра «Найди пару» станет еще более сложной. Вот это все для интереса и для усложнения. Тоже такая вот необычная штучка. Еще у этого сервиса очень красивое оформление появилось. Оно находится с левой стороны кнопочка, которая отвечает за темы оформления, такая цветная, не промахнешься. И вот она очень красивые разные штучки предлагает для того, чтобы оформить лист, чтобы это было не просто белое поле, а можно городскую жизнь переделать в магию страниц и даже какое-то ночное устроить. Причем темы оформления есть обычные, статичные, а есть еще и анимированные. То есть там облачка могут плыть и еще что-то происходить. Вот тематические, цветные, интерактивные. После того, как мы уже лист оформили и все красиво там расположили, после этого мы получаем ссылку и просто делимся этой ссылкой с учениками. Перед просмотром листа просят представиться, поэтому статистика здесь довольно подробная. Можно отсматривать, кто как отвечал и кто правильно ответил, а кто нет. Так что очень интересный сервис. Он сейчас на подъеме, сейчас развивается, у него появляются все новые и новые интерактивности. Вот презентацию они сейчас разрабатывают, игру-бродилку. Так что ждем все нового интересного. И завершая наш сегодняшний обзор, все-таки не могу пройти мимо сервиса удоба. Все-таки любовь с первого взгляда, никуда от нее не денешься. С его помощью тоже можно создавать интерактивные рабочие листы. Они, может быть, не такие красочные, может быть, у них там нет разных анимаций и прочего, и прочей красоты, но тем не менее. Они позволяют создавать листы и встраивать туда более 30 информационных блоков, типов информационных блоков. То есть огромное количество, ни один сервис такого разнообразия не предлагает. А шаблон, который это все делает, называется колонка. Он не называется рабочий лист, но в описании можно найти указания на то, что здесь информация размещается вместе с заданиями в одну колонку. То есть то, что нам и нужно. По сути, лист получается, одна колонка. Лист может быть безграничным и бесконечным. Три ссылки я в чат отправила, как он может выглядеть. Давайте посмотрим поподробнее. Сервис отечественный без ограничений бесплатно работает. Единственный минус у этого сервиса не очень подробная статистика. То есть это больше все-таки тренажер, нежели контрольная работа. С этих позиций мы к нему и относимся. Давайте смотреть. Вот так выглядит начальный шаблон. Они, в общем, все похожи друг на друга. Какой бы мы блок ни вставляли, появляется вот такое синее оформление, очень классическое, очень лаконичное. Мы просто заполняем отмеченные графы, вносим туда свою информацию и сохраняем в итоге это все. Ну, приступаем. Все, что нужно обязательно заполнить, отмечено красными звездочками. Нам нужно обязательно придумать название листу и обязательно выбрать контент. То есть это блоки, которые мы сюда добавлять будем. Давайте по блокам посмотрим. Вот списочек. Я не буду все это озвучивать, это очень длинно. Здесь действительно их более 30 самых разнообразных, начиная с текстов и заканчивая разными видами интерактивности. То есть сюда можно добавить разные викторины, задания со словами, с картинками. Можно заставить детей писать эссе, что еще подключить задания, найти интерактивные метки. Из информационных блоков можно вставлять интерактивные плакаты, презентации, видео и интерактивное видео тоже можно вставить, ссылки, коллажи, диаграммы, в общем, аудио записывать и загружать. В общем, все, что только угодно. видео загружается по ссылке с Ютуба, плюс дополнительно можно загрузить с компьютера напрямую, но если ваше видео не больше 16 мегабайт. Ограничение здесь по весу загружаемого контента, то есть аудио, видео и картинки не могут весить больше 16. Все остальное, как вы видите, очень много всего и глаза буквально разбегаются, что есть что. Давайте несколько шаблонов просто покажу, как они изнутри выглядят. То есть мы выбрали допустим первый блок векторина, который называется напор вопросов question set в переводе. Что это такое? Это когда внутрь векторины можно вставить разные типы вопросов. До этого мы все векторины видели похожие, то есть один и тот же тип вопросов. Либо все время надо выбирать вариант какой-то, либо все время надо там писать ответы. здесь можно разнообразить. Здесь в одну векторину можно добавить разные типы вопросов. Шаблон не до конца переведен на русский, но тем не менее все остальное здесь понятно. Итак, вопрос с одним вариантов ответов. Вопрос тащи и бросай. Когда нужен правильный ответ, буквально вытащить мышкой и бросить в нужное место. Заполни пропуски, отметь слова, перенеси слова в нужные места. То есть в тексте будут пропуски, в эти пропуски нужно вставить слова, подходящие по смыслу. Игра «Правда или ложь?» Эссе, когда нужно писать небольшое сочинение и игра с выбором картинки. В общем, вот, это все можно строить в одну векторину. Количество вопросов не ограничено. Выбираем тип вопроса, заполняем шаблончик за него. Ну вот, пожалуйста, multiple choice, вопрос с вариантами ответов. Причем правильным может быть и один, и несколько. задаем вопрос, пишем варианты ответов, отмечаем, кто из них правильный и загружаем картинку. Картинки, аудио и видео грузятся в разделе «Медиа». Здесь можно добавить к вопросу не только картинку, но еще и аудио загрузить или добавить видео с компьютера или с YouTube. так что получается такой очень разнообразный инструментарий. Ну вот, пожалуйста, игра «Тащи-бросай». Чтобы было понятно, нужно узнать, как зовут это животное и мышкой выбрать правильный ответ и бросить внутрь этой картинки, которая выделена рамочкой. Такая же история. Это, по сути, тоже викторина, но немножко по-другому выглядит. Загружаем картинку, придумываем варианты ответов, отмечаем правильный. В итоге появляется вот такая игра. Диалоговые карточки. про флеш-карточки многие знают. На одном стороне вопроса вопрос, на другой стороне ответ. Их нужно переворачивать. Палы за это не начисляются, но это такая своеобразная игра с самопроверкой. Здесь диалоговые карточки дополнены еще и аудио. На карточку можно добавить текст, картинку и загрузить аудиофайл. Они еще будут со звуком. Вот шаблончик тоже очень похожий на то, что мы видели до этого. Придумываем задание, придумываем ответ, картинку грузим, аудиофайл загружаем. И сохраняем карточек. Может быть целый набор, не только одна, но и больше. Можно встроить игру на запоминание, когда нужно не только открыть две одинаковых картинки, но можно, например, чтобы были картинки разные, но между ними нужно найти какую-то связь. То есть белочка где-то здесь скрывается орех, царь гвидон где-то здесь царевна лебедь есть. То есть не только вспоминание, но и логику тоже проявляем. Шаблончик выглядит примерно в таком же оформлении. Загружаем первую картинку, вторую картинку, добавляем аудио, если это нужно, и сохраняем. Таких карточек создаем столько, сколько нужно. Это все встраивается прямо в рабочий лист. То есть он становится не просто формальной строгой с векторинами, но здесь можно даже такие развлекательные элементы добавить. В итоге что мы получаем? На выходе из сервиса мы получаем ссылку на наш интерактивный рабочий лист и код. Можем встроить его на страницу сайта и блога. На сайте и блоге он даже сможет симпатичнее, чем в таком обычном виде по ссылке. Что еще по поводу этого сервиса? Статистика у него не очень большая и то, что ограничений здесь никаких нет. Он похож на Ленин Эпс. Здесь есть возможность понравившуюся работу. Понравился вам какой-то лист. Здесь есть поиск. Можно искать эти листы по теме, по ключевым словам. Может быть уже кто-то что-то подобное создал. Внизу есть кнопочка переиспользовать. Вы можете этот шаблончик скачать над ним уже экспериментировать. И маленькая такая штучка. Здесь нет автосохранения. Поэтому нужно сохраняться. Если вы не доделали шаблон, до конца его не достроили, то можно его сохранить. Внизу эта кнопка всегда внизу, в самом низу. Зеленая. Обязательно сохраняем. И потом к нему можно вернуться и доделать его. Ничего сложного в этом не будет. Как можно озвучить картинку и какой лучший сервис использовать для озвучки. Здесь сложно сказать. В рабочих листах нет такой опции озвучивания картинок. Был сервис хороший Playcast, который позволял озвучивать картинки, но он закрылся. В принципе, если вы хотите, чтобы эта картинка просто была картинка, и на фоне звучала музыка, то это в любом видеоредакторе можно сделать. Загрузить картинку и добавить музыку. Даже в Powerpoint это есть. Мы можем это сделать и сохранить в формате видеоролика. Вот такой вот ответ. А если специальный сервис искать, то я к этому пока не готова. Вот прямо сейчас. В общем, я теоретически представляю, что они есть. Только надо их найти. Такая история. Так что если заходите, если вам какая-то более подробная нужна консультация, то тогда уже в личку по электронной почте я уже подробнее что-то вам смогу написать. Что у нас вебинар не вошло и почему? Вот еще четыре инструмента, которые я знаю, что они существуют, и даже вам сейчас еще набросаю ссылочек напоследок, чтобы вы не заскучали, но почему я их не включила. Первый сервис очень красивый, замечательный, называется Pranch Track или Pranch наверное все-таки от слова ветка. Это сервис для создания диалоговых тренажеров. Можете ссылку открыть, посмотреть, это викторина по сказке «Снежная королева». Очень красивый. Там есть возможность загружать картинки, есть возможность загружать файлы внутрь диалогового тренажера, много настроек, разветвленная система вот этих сцен, там вообще все супер. Сервис коммерческий, он создан для организаций, которые занимаются тренингом сотрудников. Он не для учебных целей, в смысле не для школы и даже не для вузов, он больше для сотрудников. Поэтому он платный. Бесплатно можно создать только одну работу. Я ее создала. Но если вам интересно, вдруг захочется красивости, то пожалуйста оставляю примеры ссылку на слайде. Это рабочее. Дальше. Второй сервис, о котором я не сказала, Live Worksheets. Это сервис очень интересной концепцией. Они предлагают вот что. свои разработки в формате PDF. То есть есть у вас какой-то рабочий лист, какой-то прообраз рабочего листа в формате текста или в формате PDF. Переводим все в формат PDF и загружаем внутрь сервиса. А на основе этого листа делаем как будто бы веб-страницу, добавляем туда интерактивные блоки. Такая вот история. Вообще это конечно очень интересно, что у них в итоге получилось. Ссылочку я вам отправила в чат. Но у меня есть два возражения. Во-первых, это очень трудоемко. То есть мы сначала берем, переводим еще на компьютере, потом загружаем на сервис и там еще что-то доделываем, докручиваем, а не поручились все сделать с нуля. Вот у меня такой вопрос. Это первое. Ну ладно, даже если оставить всю эту технологию в силе, сервис работает очень нестабильно. Он очень хорошо оценивает, согласна, но почему-то он не очень стабильный. Вот я вчера пыталась создать рабочий лист в нем. Я все создала, все пыталась сохранить, он не сохранил. И после перезагрузки у меня, естественно, все пропало. Я очень огорчалась. Я создала даже слайды про него, но в итоге из презентации их убрала, потому что мне не понравилось, что он вот так нестабильно работает. Я три раза пыталась сохраниться, из них два раза у меня ничего не получилось. я и так, сяк, и никак. В общем-то, вот, так что вот такая маленькая ремарка, а в принципе, если вам сервис интересен, здесь есть обучалка и пример, пожалуйста, вот, можно попробовать. Да, оценивает он прилично. Quick Worksheets, Worksheets, наверное, так бы это правильно. Быстрые рабочие листы, это как раз листы для распечатки. Но они не столько интерактивные, конечно, сколько для того, чтобы создать и распечатать. Сервис Красивый создает, наверное, хорошие работы. Пример я вам отправила. Это то, что я нашла самостоятельно. А так, про него никто не писал никогда и в русскоязычном интернете. Поэтому найти было информацию сложно. Я потестила сама и поняла, что он с очень небольшими возможностями бесплатно может создать только 5 листов в личном кабинете. Я, правда, не установила, что будет, если я что-то удалю. Могу еще что-то создать взамен. Но вот 5 штук как-то меня ограничили и я пока его оставила под знаком вопроса. Если интересно, можно попробовать. Я постараюсь. Если будет какой-то результат из этого, то расскажу. Ну и последний сервис TeacherMate. Ой, он нашумевший сервис, про него много пишут и разговаривают. Он то платный был, то бесплатный, то опять платный. Тарифная политика у него очень нестабильная. Что хочется про него сказать. У него есть бесплатная версия, но она работает только 30 дней. После 30 дней он запрещает рассылку вот этих работ своим ученикам. Но смысл его тогда создавать, если их нельзя рассылать ученикам. поэтому не знаю, на 30 дней можно попробовать, а дальше они настаивают на платной версии. Поэтому ну вот я попробовала, мне сразу предложили платный вариант или 30 дней бесплатненько. Опять-таки под знаком вопроса его пока оставляем. Будем тестировать и смотреть, что дальше. На всякий случай обучалку и примерчик я тоже оставила в презентации. Если какие-то вопросы у вас остались, что-то вы хотите уточнить, узнать. Это подробные обучающие материалы. Я довольно много в ближайшее время написала обучалок по этим сервисам. Здесь и мои материалы, и не только мои. Так что пожалуйста для использования вот этот слайд. Ну а это мои адреса, явки и пароли. Где мне можно писать, спрашивать какую-либо информацию, но касательно информационных технологий. Я хотя и неплохой наверное специалист, но я не во всех вопросах сильна, то есть если меня спрашивают про комплектование по программе культура, то нет, я не знаю как комплектоваться по программе культура, честно. Я занимаюсь информационными технологиями и все, что с этим связано. Так что по этим вопросам пожалуйста обращайтесь в группу в телеграм или по электронной почте. Все. Спасибо вам большое за внимание. Так бегом прыжком мы пробежались по основным сервисам. Надеюсь информация вопросики еще есть в чате. временно переключусь на вкладку с вопросами. Какие сервисы можно настроить так, чтобы они сами проверяли выполнение заданий на рабочем листе. Ну вот да, LifeWorksheets нам подсказали автоматическую проверку, а так в общем-то тот же визор проверяет автоматически что кто еще да практически они все форматив тоже проверяет. Просто вам нужно задание выбирать где предусмотрена автоматическая проверка. То есть с выбором правильного ответа. А если вы просто выбираете открытый вопрос, то это не все сервисы поддерживают. Вот форматив поддерживает например, а визор там вручную придется проверять. То есть по каждому сервису надо смотреть отдельно, но в принципе классические векторины с выбором одного или нескольких правильных ответов оценивают все. Автоматическая проверка есть у всех. Вот я бы так ответила на этот вопрос, если особо не растекаться. Вот новый взгляд на рабочие сервисы. Спасибо за комплимент. Я, честно говоря, задачу такой не ставила, но хорошо, что у меня получилось. Вот. Так, еще вопрос. Да, мне написали спасибо. Пожалуйста. На этом тогда мы давайте будем заканчивать наш сегодняшний вебинар. Спасибо вам большое за время. Да, Google форма сделала шаблон. Ну, вот это нам список неосвоенного. Посмотрим на этот шаблон обязательно и попробуем. Я думаю, что новые инструменты будут и будут появляться, даже те, которые вроде как и не приспособлены для интерактивных листов. Их можно приспособить. А то мне один раз написали, что можно даже в Powerpoint сделать рабочий лист. Ну, в общем, почему нет, наверное, тоже как-то можно это все. Вот. Ну, тогда будем прощаться. До новых встреч. Спасибо большое за внимание. В конце мая будет еще один вебинар. Их осталось немного. Майский и июньский. Поэтому, если тема вам будет интересна, на портале Директ Академии вы можете зарегистрироваться и приходите. Буду ждать. Спасибо большое за то, что были сегодня. Берегите себя, самое главное. И до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok